Друзья, доброго здравия! Наше искреннее общение помогает каждому уделенному. Приходит очень много знаний. Сегодня ночью я получил знания, послания от высших сел, из параллельных вселенных, которые производили исцеление и настройку кристалла моей души. И очень много знаний приходит в повседневной жизни. Самое главное — быть открытым к этому. Потому что когда есть связь с высшими силами, то происходит постепенный процесс исцеления, гармонизации пространства. В этом хорошо помогает плазма, реакторы плазмы, миграны киши. Можете посмотреть в интернете, мы уже их делаем, запустили. Идет гармонизация. И по сути каждый из нас является таким реактором. Реактором по созданию плазмы. И то есть когда мы кого-то кормим, то мы кормим не тело, а по сути ту микрофлору, которая есть у нас, внедренную, причем микрофлору, на которую можно воздействовать, и которая по сути управляет нашим телом, нашими реакциями. То есть вот этот весь рептильный мозг, это встроенная сущность, которая даже не способна ощущать эмоции, а просто как бей, беги, трахай, размножайся, убегай или нападай. То есть простейшие функции. И вот эти простейшие функции как раз и пытаются включить у нас вот те, можно сказать, существа, которые сейчас захватили контроль над человечеством. Но всему приходит конец. И я уверен, что каждое вредоносное действие, вредоносное намерение, оно в конечном счете оборачивается против того, кто его создает или пропускает через себя, реализует. Поэтому это как замкнутый тор, то есть когда ты обращаешь это все против самого же себя. И вот мы делаем сессии ежедневно в 12.00, и мы создаем общее пространство любви, т. этой осознанности во благо для всех существ. И поэтому я искренне приглашаю каждого к объединению. Еще очень важная цель — это биосферные поселения, жизнь в гармонии с природой, жизнь в гармонии с собой. Вот, потому что биосферные поселения — это когда мы не нарушаем природу, а помогаем. То есть когда мы наполняем природу вот этой любовью, счастьем. И тогда происходит гармония, и мы живем в благости. Без всяких загрязнений, без всяких токсинов, не подвергаясь вот этому постоянному облучению через вышки, спутники, Луну и так далее. А в действительном гармонии. И поэтому я искренне приглашаю тех, кому эта тема откликнулась, кому она близка, кто тоже чувствует так же, как и я. Вчера завершил книгу, свое просветление, и отослал ее для издательства. В электронном виде, конечно. Вот, так что скоро она появится на Литресе, Майбуке и других площадках, на Ридерах. Вот, я обязательно поделюсь ссылочками. Вот. Поэтому вместе создаем пространство без счастья, осознанности. Я искренне приглашаю каждого из вас поддержать это пространство, наполнять его любовью, гармонией и счастьем. И я уже вижу, что подтягиваются соратники, близкие друзья. Ноткер. Да, мой друг из Германии, Дамир сегодня приходил в гости. Вот. И еще множество союзников из Москвы, из Киева, из других городов, те, кто живет в Дахабе. То есть давайте, друзья, будем объединяться. Ведь благие намерения — это здорово. И когда вам говорят, что благие намерения ведут ад, или что-то подобное, не слушайте. Просто продолжайте создавать благое намерение, любовь, счастье. И это обязательно поможет, обязательно даст больше силы. И когда мы будем объединяться и не позволять каким-то третьим сторонам разделять нас на группы, на части, то все будет реализовываться во благо. Я искренне люблю вас, благодарю. Посылаю лучики света и любви. И до скорой встречи. Я уверен, что мы встретимся, хотя путешествие в другие миры и бессмертие возможно. Я это осознал на собственном опыте знаний, которые мне передали высшие силы. И тоже приглашаю вас в это путешествие. Каждый из нас — бессмертное духовное существо. И мы можем быть бессмертными, не менять мирность даже в одном теле. А в том как? Ну, если захотите, информация о знании обязательно придет к вам. Самое главное в знании — это осведомленность, это знательность, это вера. Знание, вера — это знание источника. Исходного источника, соединенность, соединенность с ним. Вот. И я знаю, что бессмертие — это наша естественная, исконная способность. Во благо, друзья. Радости, любви и счастья. До скорой встречи. Обнимаю. Радости, любви и счастья.